здравствуйте в этом видео решил показать что такое ESP и ABS как бы на примере для учеников потому что люди покупают автомобиль и спрашивают а что такое ESP а зачем оно надо а для чего ABS то есть как бы как оно работает я вам сейчас немножко покажу попробую потормозить вы увидите разницу даже при разгоне сейчас колесо будет видно с ESP и не с ESP как машина разгоняется для учеников это очень помогает если у вас есть возможность купить автомобиль сразу с ESP здесь кстати на лифе на nissan есть эта функция то есть и ABS то понятно лучше брать с этой функции новичкам это очень сильно помогает я сейчас функцию ESP отключаю вот есть кнопочка раз отключил здесь загорелся сразу датчик что внимание функция выключена ну и здесь даже датчик загорелся что мол внимание я начинаю газовать без этой включенной функции смотрите то есть машину понесло вбок и колеса начали сильно шлифовать то есть вдруг на перекрестке вы где-то стоите и вам надо быстро продать газу у вас машина начнет сразу колеса пробуксовывать и машина начнет просто ну как бы вбок она видите вот она и там по линии посмотреть вбок повело хотя руль у меня ровно стояла она просто начала ее вбок уносить вот такая вот штука происходит она начинает сильно шлифовать сейчас сделаю такой же старт но уже с включенной функцией то есть эта функция ESP она по умолчанию всегда включена то есть нажимаю сюда нажал здесь пропало понятное дело то есть функция включена сейчас нажимаю такой же старт но колеса уже так сильно ведь они шлифуют она просто едет то есть шлифование конечно есть но не такое сильное как вот без функции то есть только начала машину заносить и сразу же функции ESP не дала как бы ну начала блокировать его bs нужные колеса до чтобы машина шла ровно до курсовая устойчивость такое ESP это ваша курсовая устойчивость и дайте сильно газу она не дает вам шлифовать колесами чтобы сильно шлифовали уходили в боку даже по линиям сейчас видно сейчас покажу вам я не знаю на этой камере видно или нет сейчас смотрите назад сдаю сразу видно как мы поехали на одной или мы поехали на второй то есть без ESP машина сразу начала уходить влево с ESP она просто поехала ровно то есть эту функцию отключает для того чтобы можно было подрифтить а вообще ученикам лучше вообще не отключать чтобы она у вас постоянно была включена чтобы вам было безопаснее ездить кстати если у вас функция по умолчанию включена и на улице понятно снег вы сильно валите здесь начнет мигать датчик если у вас начнет это заносить функция начинает срабатывать сразу начинать мигать датчик сейчас покажу я сейчас газу дам будет видно как она загорается вот сразу видите загорается и здесь наверху тоже внимание внимание то есть как бы чтобы вы сильно не валили смотрите газу даю колеса буксуют сразу же загорается датчик чтобы вы ехали ну чуть газ пустили поменьше чтобы не сильно газовали по поводу АБС что такое АБС это антиблокировочная система ваших колес чтобы когда вы едете по снегу гололеду либо там какие-то листья там попались под колеса там щебень и так далее вы едете сильно на тормоз нажимаете ученики часто пережимая тормоз ну в перепугу там примеру или где-то вы в камаз уже какое-то летите вы на тормоз жмете обычно с перепугу все что есть нажимаете и если вот примеру на моей машине на авиа да скажем красный который вы постоянно видели там abs а нет и там колеса просто заблокируются она начнет просто рисовать черные полосы по асфальту и она будет ехать дальше чем будет скажем эта машина ехать с abs а здесь если колеса блокируются вы стиля нажимаете на тормоз колеса не дает может автоматически система не дают заблокировать и она максимально сокращает вас путь и даже если вы сильно ударить и по тормозам она CMD gemaakt максимально маленький тормозной путь то есть это очень помогает новичкам потому что часто ехал ехал поздно что-то увидит бух на тормоз больше чем надо а под колесами скажем с не ход как сейчас она начинает просто скользить как на лыжах если будет не будет антиблокировочной системы не будет скажем je sp но и sp это как бы курсовая устойчивость чтобы машину не клонила в бок, чтобы ее не разворачивала. А АБС, она именно, чтобы вы не скользили, да, то есть как бы в тормоза дали и как бы вы начали плыть просто по, скажем, гололеду. То эта машина, как бы, ну, либо машина оснащена АБСом, она не будет давать вам плыть, сделать максимально короткий путь на, скажем, гололеде. Сейчас попробую вам как-то показать работу АБС, потому что на панели ничего не видно, то есть нужно посмотреть только, ну, скажем, по колесам, да, что видно, что когда я сильно нажимаю на тормоз, колесо не блокируется, она не скользит, а вот так идет. И по ощущениям ноги, когда вы давите на тормоз, идет такая вибрация в ногу, тук-тук-тук-тук-тук-тук, такие маленькие стучки, то есть она не дает заблокировать. То есть система видит, что колеса идут в юз, она сразу их разблокирует. Единственная правда, не знаю, будет на камере видно или не видно, что колесо не блокируется, но думаю, будет видно. Сейчас попробуем посмотреть. Вот такая вот штука. То есть колесо постоянно потихоньку крутится. Но думаю, было видно. Сейчас еще раз попробую показать. То есть это я тормоз нажал до упора. То есть такой идет вибрация в ногу, тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ну это как бы на любом АБСе, то есть такой вибрация идет в ногу, чувствуется, что что-то там происходит. Ну и вы понимаете, что у вас отрабатывает АБС, многие даже пугаются. Первый раз, когда тормозят и у них начинает педаль дрожать, что-то бить в ногу, они думают, что это такое, то есть почему она так вибрирует. Раньше такого не было. Да, раньше такого не было, если вы не тормозили где-то резко и у вас колеса в юз как бы не входили, то этого не было. Но вот эти все функции, АБС, ЕСП, антиблокировочные, антизаносные, любые как бы системы, они помогают вам избежать какого-то ДТП, если оно скажем, может произойти где-то какой-то занос. Но никогда не нужно на них рассчитывать, вы должны ездить так, чтобы вот эти датчики здесь не мигали и АБС вам в ногу не стучал. Если вы ездите так, что у вас датчики не загорается, в ногу вам педаль не стучит, как бы да, то есть не отрабатывает АБС постоянно при каждом торможении, значит вы хорошо плавно тормозите и нормально ездите, то есть как бы не нужно ездить так, что у вас постоянно это все загоралось. Когда вы водите, особенно на гололёде, на снегу, то есть старайтесь ездить так, чтобы у вас эти функции не отрабатывали, не срабатывали. Но если у вас коробка-автомат, это вообще проще всего, тронцов отпустили тормоз, машина сама начала ехать, то будет максимально плавно и газку чуть-чуть плавно, чем быстрее вы начинаете разгоняться, пытаетесь разогнаться на гололёде, на снегу, тем медленнее у вас получится, потому что колёса просто шлифовать. Сейчас смотрите, другой день, снега насыпало конечно очень много, сейчас покажу вам уже на другой машине по АБС и ЕСП, здесь нет на этой машине ни АБС, ни ЕСП, хотел прилепить конечно на колесо, чтобы показывала камера, но не лепится, то ли на улице мороз, то ли что, но не хочет она лепиться вообще никак. Под колёсами вообще вот так если смотреть, то скользко вообще очень скользко, вот машины все приезжают, там видите, там на Жигуленке кто-то подрифтовает, но здесь особо, я сейчас по круговому движению ехал, особо и не старался, зад уже начинает нести, он видите, там человек приехал, там что-то подрифтовать, он боком пошёл, но здесь в основном на этой площадке, здесь площадка большая, здесь все любят подрифтовать. Я сейчас руку в окно высуну, я надеюсь будет видно. Смотрите, газу даю, шлифует моментально, то есть если бы сейчас было у меня ЕСП, оно бы не дало просто так шлифовать. Смотрите, покажу, вот АБСа нет, торможу, колесо в ЮС и машина плывёт в сторону. То есть если было бы АБС, оно бы не блокировалось. А так я пытаюсь разогнать, ну понятно, колёса буксуют и сразу же торможу, ну и машина просто плывёт. Это сейчас она в бок не уплывает, слава богу, равномерно колёса тормозят. Если одно колесо будет тормозить больше, другое меньше, машина сразу поплывёт в бок. Вот смотрите, я еду, разгоняюсь и сейчас тормозить буду. Торможу, она просто скользит. Ну и сейчас заторможу. Я поплыл просто в сторону. Всё, машина уже уплыла. То есть тормоз нужно отпускать, потому что по-другому не будет. Машина уплыла в сторону. В общем, думаю, вы поняли, что такое АБС. Это антиблокировочная система ваших колёс. Когда вы на головолюде сильно нажимаете тормоз, колёса не блокируется постоянно прокручивать что вы могли и управлять и тормозить то есть на моем автомобиле скажи мне такую функцию если я пережимаю тормоз машина начинает плыть я естественно чтобы можно не было начинает пускать нажимать тормоз только она чувствует что она плывет в бок я тормоз при отпускает от нажимает снизу надо такой имитацию abs делать esp помогает выровнять машину чтобы она не шла боком то есть либо если колеса начинает буксовать в горку едете она начинает души движок то есть помогает вам стабилизировать автомобиль есть этой функции нет понятно что шансов где-то что вы подойдете в занос увеличивается многие даже вот это dsp называют как бы анти буксировочную систему то есть да анти пробуксовку то есть скажем если вы едете куда-то в горку да у вас горка крутая и если на этой машине я бы скажем не рискнул бы поехать на горку в на которая вся в снегу потому что я буду пытаться скажем давать газу больше колеса будет пробуксовывать я могу не заехать вот если на машине есть уже тогда антипробуксовочная система esp вы газу даете машина видит что вы шлифуете колеса на вам газ давит так чтобы вы могли ехать в горку пускай не быстро но ехать и при этом как бы да ну как бы не сильно колеса пробуксовывать чтобы вас не разворачивало сейчас я заехал в такую улицу не ходовую частном секторе хоть бы я сейчас конечно за трактором не пошел надеюсь машина вытянет меня отсюда потому что здесь все во льду полностью ничего особо не чищена горка прилично сейчас попробую здесь как-то проехать но здесь смотрите видите вообще горка все во льду тупик но практически тупик сейчас попробую сюда вниз ехать я надеюсь здесь это развернусь мне не развернусь там жигуленок стоит придется здесь как-то разворачиваться сейчас будет весело я вам скажу здесь даже машина буксуют все задом я пытаюсь сдать горка крутая вот это я конечно заехал серьезно если честно или выехал вообще машина буксует там люди у стоят лопатами откидывают это я нашел такое местечко сейчас поставим эко режим чтоб она потихоньку потихоньку ехала смотрите я еду на эко режиме кличли здесь как бы слава богу есть минимально плавана нашла тянет потихоньку нет пошло буксовать все не могу подняться сейчас попробую еще разок смотрите буксуют машина на вэо это точно все уже хана была здесь потихоньку потихоньку пошел пошел-пошел, вот начала буксовать, ты ее вбок тянет, она вбок начинает уходить. Все, забуксовал, опять немного назад сейчас дам. Там просто лед, смотрите, под колесами как раз на пике лед, и она не поднимается. Но сейчас опять попробую. Чуть-чуть пытаясь ехать, сразу буксует машина. Машина впереди тоже выезжает, смотрите, буксует, не может выехать. Сейчас еще раз попробую с разгонщика немножко. Просто разогнаться-то не получается. О, пошел-пошел-пошел, пошел-пошел-пошел. Фух, вроде как выехал. Господи, думал, все, уже сяду там. То есть, ну это я, слава богу, выехал на этой машине. И как вы знаете, у меня как чуйка была, что я все-таки выйду на ней. Смотрите, видите, буксует. Никак. Сейчас вот люди толкнут его. О, пошел-пошел-пошел-пошел. Ну я надеюсь, я за ним тоже сейчас пойду. Он с места не мог сменуться. Может быть еще и груженый. У меня нормально сразу машина едет. Смотрите, как его носят впереди. Но тут главное, конечно, не останавливаться. Потому что я на горке остановился. Там еще крутая гора. Мало кто ездит. Еле-еле выехал. И то это благодаря, вот я же говорю, антибуксировочной системе. Если есть возможность покупать машину сразу с ESP и ABS, то берите сразу, не думайте. То есть, если у вас будет выбор, на этой машине есть ESP и ABS, на этой нет. Лучше брать, конечно, с этими функциями. Потому что это намного облегчает задачу для учеников. Да не только для учеников, для опытного водителя. Вот где-то в поворот входите, куда-то понесло, не справился с управлением. А там система у вас немножко подровняет. Сейчас смотрите, вот круговое движение. И здесь тоже везде гололед. Здесь даже не стараясь. Я еду на скорости. Ну смотрите, 20 км, сейчас покажу. 20 км скорость, 1000 оборотов. Даже здесь в повороте вот чуть-чуть больше газа, зад начинает просто плыть. Сразу же. И если есть антиблокировочная система, либо ESP, это очень помогает, не несет зад. Но он здесь на АВЛ у меня нету. Смотрите, пацанчик тоже пытается наваливать. И вот вообще кто-то по встречке едет, что его сюда занесло. Но опять же, то, что я вам и говорил, не нужно рассчитывать на эту систему, что вы летите-летите в поворот входите. А у меня там АБС, ESP, мне оно поможет, я сейчас справлюсь. А вы взяли и не справились. То есть если вас понесет сильно, вам не поможет ни ESP, ни АБС, ничего уже не поможет. То есть вы должны понимать, что это помогает вам, да, как вспомогательная функция. Но никак она не защитит вас от ДТП или какого-то сноса. Ну в общем, думаю, информация вам пригодится. Если видео понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Также буду добавлять еще новые видео с полезной информацией для вас. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.